Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Идите и кайтесь, призвал подрядчиков мэр Самары, требуя устранить недоделки на территориях благоустроенных по программе «Двор, в котором мы живем». А также попросил выяснить, почему вовремя не завершают благоустройство территорий после ремонтных работ сетевые компании. Ремонтировать трубы на улице Венцика начали еще месяц назад, рассказывают местные жители. Землю раскопали, а вот территорию благоустроить забыли. Когда вот это все раскапывали, выкорчевали сирень, вот тут еще деревья были, все это порушили, все разрушили. Тут свалили, тут была большая еще куча мусора, все. Раскопали и все. И пропали. Нет и нет, куда мы только не звонили. Трубы поменяли, отопление дали, но до сих пор все открыто. То есть опасно, конечно, и ходить, и для детишек. Ответственная за скрытие компания «Альтернатива» территорию благоустраивать не спешит. Это не единственный участок в городе. Компания не уложилась в график по 71 объекту. В списке должников числятся еще две организации. Это ООО «Инвестстрой». Работу ведут ООО «Волга Инжиниринг Спецтранс» и ТУ по теплоснабжению Самарского филиала ООО «Волшка ТГК». Особая заботчинность вызывает тот факт, что эти предприятия выполняют работы на социально значимых объектах, которые обеспечивают водоснабжение и теплоснабжение для жителей города. Особое беспокойство городских властей вызывает компания «ВТГК». С 2011 года за ними числятся пять неблагоустроенных участков. Срыв сроков в «ВТГК» объясняют недостаточным финансированием. На местах за этот вопрос никто не отвечает. Все решения принимает руководство в Москве. По тем объектам, которые у нас идут переходящими по восстановлению благоустройства с 2011 года, сейчас дополнительное финансирование рассматривается руководством «Волжской ТГК». Соответственно, как будет выделено финансирование, данные объекты будут восстановлены в 2014 году. Сейчас мы уже не успеваем. Не успевают и некоторые подрядчики во дворах. В этом году по программе «Двор, в котором мы живем», приводят в порядок 72 двора. По контрактам они должны быть готовы к 1 ноября. В график не укладываются пока две организации. Вовремя не получили игровое оборудование, сроки поставки сдвинулись. Муниципальным контрактом предусмотрена ответственность и за сроки, и гарантийные обязательства. Подойдите с умом. Если понимаете, что есть риски, что уже не те погодные условия для установки оборудования, значит переносите на весну. Вместе с подрядчиком идете и каетесь перед жителями. Извиняетесь и объясняетесь. За срыв графика подрядчиков ждут штрафы. Не исключено, что правовую оценку деятельности компаний даст прокуратура. Лариса Шлафаст, Анастасия Зубарева, Владислав Манин, Валерий Шаронин. События. Единая транспортная карта в Самаре теперь стала действительно единой. С начала этой недели расплатиться ею можно и на коммерческих рейсах. 5D стал первым маршрутом, испытавшим нововведение. Он следует от губернского рынка до сухой Самарки. На коммерческом автобусе по бюджетной схеме прокатилась Анастасия Зубарева. Правда что ли? Да вы что, я все каждый день с сезонками езжу, за деньги езжу. Водитель с валидатором, и это не лекарство. Павел Мазученко людей перевозит уже почти 20 лет. Был на разных маршрутах, работал с разной техникой. Валидатор, прибор для считывания транспортных карт, освоил быстро. С новой техникой знакомиться пришлось после праздника. Ко дню работников общественного и автотранспорта в Самаре решили сделать сюрприз для пассажиров. Городской департамент транспорта начал вводить льготный проезд в коммерческих автобусах. Для нас самым лучшим подарком являются довольные пассажиры, в общем-то. Тем более, что введение электронного проездного транспортных карт, да, это долгожданное событие для наших пассажиров. И поэтому накануне вот мы решили сделать им такой сюрприз, подарок. Новое введение успели оценить и горожане. Для нас очень, для пенсионеров очень хорошо. Хорошо, у меня проездной. Теперь чаще будете ездить? Конечно. Чтобы не стоять долго на остановке, можно почаще ездить. Теперь, чтобы проехаться в коммерческом транспорте, не обязательно расплачиваться наличностью. Достаточно транспортной карты. Главное, не забыть заплатить за проезд перед выходом. Возьмите, пожалуйста. Пока льготный проезд действует только на маршруте 5D. Однако в городском департаменте транспорта обещают, до конца года единая транспортная карта станет действовать еще на нескольких коммерческих маршрутах. Анастасия Зубарева, Валерий Шаронин. События. По-прежнему транспортной картой можно расплачиваться и в метро. Городская подземка теперь носит имя Алексея Росовского. Именно этому человеку Самара обязано появление метрополитена. Марина Кравцова выяснила, что знают самарцы о Росовском. 26 декабря 1987 года заработала первая линия метро в Куйбышеве от станции Победы до Юнгородка. Мысль о том, что городу-миллионнику нужен современный удобный транспорт, возникла 20 годами ранее. И принадлежала она Алексею Росовскому, председателю Куйбышевского горосполкома. Добиться начала строительства было непросто. Немало времени ушло на разработку проекта. 20 лет титанического труда, чего только не было. Проект не согласовывали, они его пересогласовывали несколько раз. Проект оказался тяжелым, далеко не всегда хватало средств, сил, ресурсов и так далее. Тем не менее, все эти проблемы решались. И если бы не Росовский метро в Куйбышеве, просто бы не было. Первые четыре станции метро построили всего за 7 лет. Может быть, впервые даже и в стране есть технология сначала проектирования, а после идет строительство метрополитена. Он добился того, что метрополитен в Самаре одновременно и проектировался, и строилось. То, что позволило в более сжатые короткие сроки открыть первую линию метрополитена. Увековечить память Алексея Росовского предложили жители Самары. Сначала его именем хотели назвать станцию «Юнгородок». Но весной 2013 года глава Самары Дмитрий Азаров поддержал предложение членов топонимической комиссии присвоить имя Росовского всему метрополитену. Для Самары Алексей Росовский сделал много. За годы его работы было построено почти 10 тысяч квадратных метров жилья. В 1993 году ему было присвоено звание почетного гражданина Самары. Хотя многие горожане сегодня истории не помнят. Самарскому метрополитену присвоили имя Алексея Росовского. Скажите, вы знаете, кто это? Да, нет. Как ни странно. А в этом человек никогда не слыхал. Вроде бы я так это интересуюсь. Ну, по-моему, председатель исполкома был. Ну, председатель исполкома был. Возможно, теперь несколько десятков тысяч самарцев, которые ежедневно пользуются самарской подземкой, узнают, благодаря кому в нашем городе появилось метро. Марина Кравцова, Константин Головин. События. 11 жителей Самарской области пострадали в ДТП под Ульяновском. Автобус с паломниками возвращался из Татарстана. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Выехал на встречную полосу, съехал в кювет и врезался в дерево. По данному делу проводится проверка. В автобусе находились 25 человек. 8 из них, в том числе 9-летняя девочка, были госпитализированы в больницу Чердоклинского района. Им была оказана медицинская помощь в полном объеме. Угроза жизни не представляет ничего. В нашей больнице осталось всего лишь 4 пациента, которые находятся в нормальном состоянии. А остальные у нас перередены в специализированный травм-центр. И девочка под наблюдением в областной детской больнице. Областной госнаркоконтроль призывает граждан объединиться в борьбе с наркоманией. В промышленном районе Самары общественники встретились с представителями прокуратуры, наркополиции и администрации Самары. Решали, как эффективнее использовать телефон доверия. Телефон доверия работает. Всего в областной госнаркоконтроль с начала года поступило 1600 обращений. Более 1000 человек позвонили по телефону доверия. В Самарской области снизилось число наркопритонов. В этом есть заслуга и бдительных граждан. Притонов стало меньше. Притонов стало значительно меньше. И информации стало меньше. Мы, в принципе, проводим анализ в десятки раз. В десятки раз. Количество дезиморфиновых притонов, если не говорить, конечно, о полной победе, но такое снижение говорит о том, что, в принципе, это явление уже исчезает. Напомним, препараты, содержащие КДИН, исчезли из свободной продажи с прошлого года. Из них делали многие наркотики. Например, крокодил, от употребления которого люди за короткий срок буквально сгнивали заживо. Хотя количество притонов сократилось, количество выявляемых наркоманов продолжает расти. Если в прошлом году в одном только промышленном районе было выявлено 80 наркозависимых, в этом году их уже более сотни. Общественность волнует уличная реклама наркотиков. Баллончиками с краской на стенах города злоумышленники пишут номера телефонов, где можно купить опасные зелья. Поймать наркодилера в таких случаях бывает непросто. Не все номера закреплены за реальными людьми. Информируйте наш департамент по телефону 337-3626. У нас разработана целая схема, то есть этот телефон блокируется. Информация направляется в УФСКН, в полицию для дальнейшей оперативной проверки. Без активной позиции граждан проблему наркомании не решить. По их мнению, относиться к наркоманам и наркодилерам надо пожестче. Ну надо построже относиться к ним. Пожестче. Пожестче, да, конечно, все правильно. Дети в первую очередь. Дети в первую очередь страдают. Вовлекаются больше всего. А как именно пожестче? Ну пожестче. Ну я не знаю, сроки больше надо давать. Ну конечно ужесточить, потому что сейчас у наркоманов много стало. Особенно не те, кто колется, а те, кто их распространяет. Там для молодежи или для кого-то. Смертная казнь под жизнью за выключение. Все равно люди сами себя гробят, убивают. Немножко поомощем, да, и все. Не бороться со злом, значит потворствовать ему. Те, кому известна информация о том, где торгуют смертью, могут обращаться по телефонам доверия. Детей нельзя оставлять без внимания. После скандального отстранения главврача больницы Симашко в клинике будет введена в штатное расписание должность младшего медперсонала для ухода за детьми-сиротами, в том числе в ночное время. Такое решение было принято после того, как в больнице побывал министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов. Напомню, мать одного из пациентов детского инфекционного отделения больницы Симашко Елена Корнева пожаловалась на персонал. Она утверждала, что врачи и медсестры в прямом смысле слова издевались над детьми-сиротами. Ситуацию прокомментировал врач-педиатр с большим стажем Олег Бубнов. Он в свое время тоже работал с сиротами. Да, были санитарки, да, они помогали, да, вытирали, да, они кормили детей, но катастрофически не хватало вот этой вот мамы, которая взяла бы этого ребенка и прижала к себе. Мне было проще, в том плане, что у меня были студенты. Я попросил девочек, я говорю, девочки, давайте покормим ребятишек. Они с удовольствием кормили ребятишек, они играли с ними. Чтобы дети улыбались, в этом году 80 лет исполняется дом у ребенка «Солнышко». Особый подарок воспитанникам преподнесли студенты Поволжского государственного колледжа. Они украсили забор персонажами из мультиков. Теперь Нюша и Бараш, и Винни, и Пятачок и другие встречают всех, кто проезжает по улице Осипенко. Большие карие глаза, розовые носы, рыжая шерстка. Львенок на стене, точь в точь симба из сказки «Король лев». Екатерина Конакова и еще пять ребят за три дня разрисовали весь забор около дома «Ребенка-Солнышко». Мы решили нарисовать разные мультики из «Смешарики», «Винни-Пух», «Король лев», чтобы детям было веселее, радостнее. Чтобы было не только радостнее, но и чище, студенты Поволжского государственного колледжа вооружились мешками и граблями. Инвентарь ребятам предоставили в районной администрации. Порядка 20 ребят убирают сегодня территорию, листву. Это такой своеобразный подарок. Дом ребенка-Солнышко в честь их 80-летия. Сегодняшнее мероприятие – это результат инициативы учащихся Поволжского государственного колледжа и совместной работы администрации Октябрьского района и администрации колледжа. Час работы и около 30 мешков, набитых листвой и мусором. Благодаря студентам газон вдоль улицы Осипенко сразу стал смотреться ухоженнее. У нас очень развито именно направление волонтеров и мы решили проявить заботу к нашим детям, которые, в принципе, это наше будущее поколение. Мы решили помочь таким образом. Свои стипендии студенты не тратят, откладывают деньги на игрушки детям, чтобы порадовать малышей с Доба-Ребенка-Солнышко на Новый год. Мария Ваткина, Станислав Левин. События. Урок толерантности преподали школьникам Октябрьского района Самары. В Центре внешкольного развития поиск собрали детей от 14 до 17 лет. Какой он счастливый мир в представлении самарских ребят, расскажет Валерия Квасневская. Современные дети в отношении любой житейской ситуации уже имеют четкую позицию. Но не всегда им хватает терпимости и способности понять другого человека с иными взглядами на жизнь. В Центре внешкольного развития поиск регулярно проводят круглые столы с детьми разного возраста. Задача организаторов – научить детей толерантности, развить способность поставить себя на место другого человека. Самара – город многонациональный, здесь живут люди разных религиозных конфессий, поэтому отдельной строкой стоит вопрос расовых и религиозных конфликтов. Воспитанники Центра поиск подготовили музыкальные номера в национальных костюмах, пели на разных языках. Школьникам в игровой форме предложили рассказать о своем отношении к террору, а в конце выразить свои чувства на бумаге. Ученики разных школ города нарисовали свой яркий и счастливый мир. Много аспектов у экстремизма. С какой-то стороны это религия, с какой-то стороны это политика, с другой – это национальные меньшинства, которых ущемляют. Мы стремились к толерантности и нахождению компромисса. Департамент образования администрации Самары запустил этот проект с сентября текущего года. Такие встречи прошли в Самарском и Октябрьском районах. До конца учебного года уроки толерантности пройдут во всех районах города. Валерия Квасневская, Владислав Манин. События. Энергию подростков в мирное русло. В Самаре появилась бесплатная спортивная секция бокса для школьников. Расходы по ее содержанию взяла на себя областная федерация бокса. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Светлана Бочурова – боец по жизни. Спортом занимается с шести лет. Любому готова доказать – в боксе и девушке место найдется. Быту есть стереотип, что место девушки на кухне, что в принципе она не должна заниматься ни спортом, ни тем более боксом. Что девушка, занимающаяся боксом, это какое-то межеподобное существо. Обязательно с такими руками, такого размера. Нет. Ну меня посмотрите, во мне 55 килограмм. То есть я миниатюрная. По мне в принципе не скажут, что я боксом занимаюсь достаточно долго. Теперь и занятие она сможет продолжить в стенах своего учебного заведения. В Самарском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний. В аксерском зале будут рады и любому школьнику. Тренировки совершенно бесплатные. Так было еще в советские годы. Поэтому и бокс, считают современные спортсмены, был более популярен. У нас не так, как в Советском Союзе, например, распространен здоровый образ жизни. И хотелось бы наоборот, чтобы было так, как в Советском Союзе, опять же. Здоровый образ жизни все занимались спортом. Они ходили, пили, курили. Спортинвентарь для зала закупила областная федерация бокса. Она же и будет выплачивать зарплату тренерам. Мы сегодня, открывая этот спортивный зал, хотим, чтобы из наших ребят выросли настоящие офицеры, настоящие мужчины, которые могут защитить свою страну, свою девушку, свою честь. За свою честь Светлана и сама поборется. Может и школьников научить тому, что умеет. Родители юных спортсменов успокаивает. Отдавать детей в бокс бояться не стоит. Был тот же стереотип, что если спортсмен, то тупой. Нет. Далеко не все спортсмены тупые. Вообще, в принципе, нету тупых спортсменов. Это хорошее поддержание формы и это дух. То есть, в принципе, бойцом по жизни быть надо. Денис Мезгирев, Иван Карпов. События. У меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самарагиз.ру. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагиз круглосуточно. На экранах своих смартфонов и планшетов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok